Глава 10. Чары начинают рассеиваться. Пакет чая, вот сахар, вот спички. И хорошо, если кто-нибудь передаст мне несколько караваев хлеба, а не там в углу. — Что вы такое делаете, миссис Бабриха? — воскликнул Сьюзан. — Собираю каждому из нас помешком, милочка. — Преспокойно сказала миссис Бабриха. — Неужели ты думаешь, что можно отправляться в далекий путь, не захватив с собой еды? — Но нам надо спешить, — сказала Сьюзан, застегивая шум. — Она может появиться здесь с минуты на минуту. — Вот и я говорю, — поддержал Сьюзан, мистер Бобр. — Не болтайте вздоро, — сказала его жена. — Ну подумайте хорошенько, мистер Бобр. Ей не добраться сюда раньше, чем через пятнадцать минут. — Но разве нам не важно, как можно быстрее ее бередить? — спросил Питер. — Раз мы хотим быть раньше у каменного стола. — Об этом-то вы забыли, миссис Бабриха, — сказала Сьюзан. — Как только она заглянет сюда и увидит, что нас нет, она что есть мочь и помчится вслед за нами. — Не спорю, — сказала миссис Бабриха. — Но нам не попасть к каменному столу до нее, как бы мы ни старались, ведь она едет на санях, а мы идем пешком. — Значит, все пропало? — сказала Сьюзан. — Успокойся. — Зачем раньше времени так волноваться? — Успокоилась? — Ну вот и молодец, — сказала миссис Бабриха. — Достань лучше из ящика комода несколько чистых носовых плаков. — Конечно же, не все пропало. Мы не можем попасть туда до нее, но мы можем спрятаться в укромном месте и пробраться туда такими путями, каких она не знает. Я надеюсь, нам это удастся. — Все так, миссис Бабриха, — сказал ее муж, — но нам пора выходить. — А ты тоже не суетись, мистер Бобр, — сказала жена, — полно тебе. — Ну вот, теперь все в порядке. Четыре мешка для каждого из нас и мешочек для самой маленькой, для тебя, милочка, — добавила она, взглянув на Люси. — Ах, пожалуйста, пожалуйста, давайте скорее пойдем, — сказала Люси. — Что ж, я почти готова, — ответила миссис Бабриха, в то время как мистер Бобр помогал ей с ее разрешения надеть вальточки. — Пожалуй, швейную машинку будет тяжело нести. — Еще бы, — сказал мистер Бобр, — очень-не-очень тяжело, и неужели ты собираешься шить на ней по дороге? — Мне худо от одной мысли, что колдунья будет ее вертеть и сломает, — сказала миссис Бабриха, — а то чего доброго и украдет. — Ах, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь, — хором сказали ребята. — И вот, наконец, они вышли из дома, и мистер Бобр запер дверь. — Это ее немного задержит, — сказал он. И беглецы, отправиваясь в путь, перекинув за спиной мешочки свежих. К этому времени снегопад прекратился, и на небе появилась все луна. Они шли гусь-будки. Сперва мистер Бобр, затем гусь, питер и сьюзер. Замыкало шествие миссис Бабриха. Они перешли по плотине на правый берег реки, затем мистер Бобр повел их по еле заметной тропинки среди деревьев, растущих у самой воды. С двух сторон, сверкая в лунном свете, вздымались высокие берега. — Лучше идти понизу, пока это будет возможно, — сказал мистер Бобр. — Ей придется ехать поверху, сюда не спустишься на санях. Перед ними открывался прекрасный вид, если любоваться им, сидя у окна в удобном кресле. Люси наслаждалась им даже сейчас, но недолго. Они шли, шли и шли. Мешочек, который несла Люси, становился все тяжелее и тяжелее. И понемногу девочке стало казаться, что еще шаг, и она просто не выдержит. Она перестала глядеть на слепящую блеском реку, на ледяные водопады и огромные снежные шапки на макушках деревьев, на сияющуюся луну и на бесчисленные звезды. Единственное, что она теперь видела — коротенькие ножки мистера Бобра, идущего топ-топ-топ впереди нее с таким видом, словно они никогда в жизни не остановятся. А затем луна скрылась и снова повалит снег. Люся так устала, что двигалась, как во сне. Вдруг мистер Бобра свернул от реки направо, и они стали карабкаться по очень крутому склону прямо в густой кустарник. Девочка очнулась, и как раз вовремя она успела заметить, как их проводник исчез в небольшой дыре, так хорошо замаскированный кустами, что увидеть ее можно было, лишь подойдя к ней вплотную. Но если говорить откровенно, Люси только тогда по-настоящему поняла, что происходит, когда из норы стало виден лишь короткий плоский хвост. Люси тут же нагнулась и заползла внутрь, вслед за Бобром. Вскоре она услышала позади приглушенный шум, и через минуту все пятеро были опять вместе. — Что это, где мы? — спросил Питер усталым, тусклым голосом. — Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, называя голос тусклым. — Это наше старое убежище. Бобры всегда прятались здесь в тяжелые времена, — ответил мистер Бобра. — О нем никто не знает. — Не скажу, чтобы здесь было очень удобно, но нам необходимо немного поспать. — Если бы вы так не суетились и не волновались, когда мы уходили из дому, я бы захватила несколько подушек, — сказала миссис Бобриха. — Пещера-то похожа, чем у мистера Тануса, — подумала Люси. — Просто нора в земле, правда, сухая и не глинистая. Пещера была совсем небольшая, и так как беглецы легли на землю прямо в шубах, образовав один сплошной клубок, да к тому же и все разогрелись во время пути, им показалось там тепло и уютно. — Если бы только вздохнула Люси, здесь не было так жестко. Миссис Бобриха достала фляжку, и каждый из них выпил под глотку какой-то жидкости, которая обожгла им горло. Ребята не могли удержаться от кашля, но зато им стало еще теплее и приятнее, и они тут же все, как один, уснули. Когда Люси открыла глаза, ей показалось, что она спала не больше минуты, хотя прошло уже много часов. Ей было холодно, по телу бегали мурашки, и больше всего на свете ей сейчас хотелось принять горячую ванну. Затем она почувствовала, что лицо ей щекочет длинные усы, увидела слабый дневной свет, проникающий в пещерку сверху. И тут она окончательно проснулась, впрочем, все остальные тоже. Раскрыв рты и вытаращив глаза, они сидели и слушали тот самый перезвон, которого ожидали во время вчерашнего пути. А порой им чудилось, что они его не слышат. Звон колокольчика. Мистер Бобр мигом выскочил из пещеры. Возможно, вы полагаете, как вначале решила и Люси, что он поступил глупо. Напротив, это было очень разумно. Он знал, что может забраться на самый верх откоса так, что его никто не заметит среди кустов и деревьев. И ему самому важно было выяснить, в какую сторону управлялись сами белые колдуны. Миссис Бобриха и ребята остались в пещере, ждать и строить догадки. Они ждали целых пять минут. А затем чуть не умерли от страха, услышав голоса. «Ой», — подумала Люси, — «его увидели, колдунья поймала мистера Бобра». Каково же было их удивление, когда вскоре у самого входа в пещеру раздался его голос. «Все в порядке!» — кричал он. «Выходи, миссис Бобриха! Выходите, сын и дочери Адама и Евы! Все в порядке! Это не она! Это не ее бубенцы!» Он выражался не очень грамотно, но именно так говорят бобры, когда их что-нибудь очень волдует. «Я имею в виду в Нарнии, ведь в нашем мире они вообще не говорят». И вот миссис Бобриха, Питер, Сьюзан и Люси кучи вывалились из пещеры, щурясь от яркого солнца, все в земле, заспанные, непричесанные и неумытые. «Скорее сюда!» — кричал мистер Бобр, чуть не приплясывая от радости. «Идите взгляните своими глазами! Неплохой сюрприз для колдуньи! Похоже, что ее власти приходит конец!» «Что вы этим хотите сказать, мистер Бобр?» — спросил Питер, еле переводя дыхание, ведь они карабкались вверх. «Разве я вам не говорил, что из-за нее у нас всегда зима, а Новый год так и не наступает?» «Говорил? А теперь смотрите!» И тут они, наконец, очутились наверху откоса и увидели... Что же они увидели? Сани? Да, сани. И оленью упряжку. Но олени эти были куда крупнее чего колдунные. И не белые, а гнедой масти. А на санях сидел... Они догадались, кто это с первого взгляда. Высокий старик в ярко-красной шубе с меховым капушоном. Длинная седая борода спадала ему на грудь. Они сразу узнали его. Хотя увидеть подобные ему существа можно лишь в Нарнии, рассказывают о них и рисуют их на картинках даже в нашем мире. Мире по эту сторону дверцы платяного шкафа. Однако, когда вы видите его в Нарнии собственными глазами, это совсем другое дело. На многих картинках Санта-Клаус выглядит просто веселым и даже смешным. Но, глядя на него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они все невольно притихли. В них тоже стало радостно и торжественно на душе. Наконец-то я здесь, сказал он. Она долго меня не впускала, но я все-таки попал сюда. Эслон в пути! Чары-колдуньи теряют силу! А теперь, продолжал Санта-Клаус, пришел череда дарить вас подарками. Вам, миссис Бобриха, хорошая новая швейная машина. Я по пути завезу ее к вам. Простите, сэр, сказала приседая миссис Бобриха, но у нас заперта дверь. Замки да задвижки для меня не помеха, успокоил ее Санта-Клаус. А вы, мистер Бобр, когда вернетесь домой, увидите, что плотина ваша закончена и починена. Все течи заделаны и поставлены новые шлюзы. Мистер Бобр был в таком восторге, что широко-прешироко раскрыл рот и тут обнаружил, что язык не повинует сыну. — Питер, сын Адама и Евы! — сказал Санта-Клаус. — Я, сэр! — откликнулся Питер. — Вот твои подарки. Но это не игрушки. Возможно, не за горами то время, когда придется тебе пустить их в ход. Будь достоин их. С этими словами Санта-Клаус протянул Питеру щит и меч. Щит отливал серебром. На нем был изображен стоящий на задних лапах лев, красный, как спелая лесная земляника. Рукоятка меча была из золота. Вкладывался он в ножны на перевязи и был как раз подходящего для Питера размера и веса. Питер принял подарок Санта-Клауса в торжественном молчании. Он чувствовал, что это очень серьезные дары. — Сьюзан, дочь Адама и Евы, — сказал Санта-Клаус. — Это для тебя. И он протянул ей лук, колчан со стрелами и рог из слоновой кости. — Ты можешь стрелять из этого лука только при крайней необходимости, — предупредил он. — Я не хочу, чтобы ты участвовал в битве. Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в цель. — А если ты поднесешь рог к губам и затрубишь в него, то где бы ты ни была, к тебе придет помощь. Наконец очередь дошла до Люси. — Люси, дочь Адама и Евы, — сказал Санта-Клаус. И Люси выступила вперед. Санта-Клаус дал ей бутылочку. На вид она была из стекла, но люди потом говорили, что она из настоящего алмаза и небольшой кинжал. — В бутылочке, — сказал он, — напиток, приготовленный из сока огненных цветов, растущих в горах на солнце. — Если ты или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, несколько капель достаточно, чтобы выздороветь. А кинжал ты можешь пустить в ход в случае крайней нужды, только чтобы защитить себя. Ты тоже не должна участвовать в битве. — Почему, сэр? — спросила Люси. — Я думаю, я не знаю, но мне кажется, что я не струшу. — Не в этом дело, — сказал Санта-Клаус. — Страшны те битвы, в которых принимают участие женщины. — А теперь, — и лицо его посветлело, — я хочу кое-что преподнести всем вам. И он протянул большой поднос, на котором стояли пять чашек с блюдцами, вазочка с сахаром, молочник со сливками и большущий чайник с крутым кипятком. Чайник шипел и плевался во все стороны. Санта-Клаус вынул все это из мешка за спиной, хотя никто не заметил, как это произошло. — Счастливого Нового Года! Да здравствуют настоящие короли! — скричал он и щелкнул кнутом. И прежде чем они успели опомниться, и олени, и сани, и Санта-Клаус исчезли из вида. Питер только вытащил меч из ножен, чтобы показать его мистеру Бобру, как миссис Бобриха сказал. — Хватит, хватит! Будете стоять там и болтать, пока вне простынет чай. Ох уж эти мужчины! Помогите им отнести поднос вниз и позавтракаем. Как хорошо, что я захватила большой нож. И вот они снова спустились в пещеру. Мистер Бобр нарезал хлеба, ветчины, а миссис Бобриха сделала бутерброды и разлила чай по чашкам. И все с удовольствием принялись за еду. Но удовольствие их было недолгим, так как очень скоро мистер Бобр сказал. — А теперь пора идти дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова